Не знаю, может кому-то это нравится, но инфляция была, есть и будет. И это естественный двигатель прогресса. Человек ведь желает жить лучше и зарабатывать больше, при этом особо не утруждая себя. Такой принцип жизни особо популярен в России. Не хотите ездить на отечественном, а обламинго вам дешевые иномарки, дешевые внутренние авиаперелеты и железнодорожные поездки. Про цены и услуги ЖКХ песня отдельная. Естественно, самая любимая тема – литровая. Мы устами СМИ и политиков пьем больше, чем кто-либо в мире. И чем мощнее машина, тем она опаснее. И вот тебе, батенька, и транспортный налог. И все бы было так грустно, если бы не те радостные подвижки, которые имеют место быть. Взять, к примеру, корейские автомобили. Они не хуже большинства японских и лучше большинства европейских. Потому что лучшие европейские автомобили уже давно производятся там, где их потребляют. В Штатах – естественно. А в России, слава богу, собирается большинство корейских автомобилей. То есть цены на то, на чем ездит Америка, Европа и Азия, не поднялись. Теперь о достоинствах и сравнениях вместе с экспертом. 2010 год. Я тут увидел недавно рекламу такую интересную. Очень хороший автомобиль. Toyota Land Cruiser Prado. Новая модель. Сразу же полез в интернет. Посмотрел. Топовая версия стоит 2 миллиона 600 тысяч. Топовая версия Сангьянга сколько стоит? На данный момент у нас спецпредложение по Сангьянгам. Самая топовая версия стоит миллион 120. А что есть в топовой версии? Давайте подойдем. Вот это вот прелесть. Американский багажник. Да, и посмотрите, как оно выполнено. То есть американский багажник – это багажник, открывающийся в двух положениях. Что там еще есть у нас в багажнике в этом замечательном? В багажнике дополнительно расположены отсеки для инструментов, необходимый набор инструментов – домкрат, баллонник, отвертка. И самый просторный багажник в классе – 2322 литров. Лучший показатель в классе. Давайте покажем, что оказывается сиденья здесь не просто спинка складывается, а они полностью убираются. Да. Что насчет салона-то? Как он выполнен у нас? Салон на самом деле очень эргономичный. Но опять же, сами, наверное, видите, что дизайн у Сан Янга на уровне, как всегда. То есть очень интересная, красивая отделка салона. Бежевый салон. Очень интересно. Необычно. То есть машина, получается, вылетает в сегмент бизнес-класса. И даже премиум по оснащению. Да. Я бы хотел обратить ваше внимание. Господа. Модель, в принципе, уже хорошо обкатанная. И она собирается в России. Но самое главное. И с чем необходимо столкнуться и понять, что если вы покупаете новую машину, ну, естественно, это же вопрос престижа. Как же? Ну, допустим, Toyota, там еще другие модельки. Вот. На новую машину запчасти стоит совершенно новых денег. На эту машину сколько запчасти стоит? Ну, эта машина в запчасти стоит достаточно недорого. Почему? Потому что все-таки это кореец. На корейцах запчасти никогда не были дорогостоящими. В отличие от других автомобилей в этом премиум классе. Как всегда, практически все есть в наличии. Как минимум, расходные материалы необходимы для ТО. По кузову также некоторые моменты есть в наличии. То есть, ну, фары. Все, что необходимо, всегда найдем. Так, я хочу в премиум автомобиле ездить в премиум условиях. Ну, разумеется. Чтобы у меня были электрические регулировки, память, как в нормальном Мерседесе. Ну и магнитола, полный приват. Это здесь присутствует? Абсолютно все опции для вашего комфорта, Алексей. Восемь регулировок, восемь направлений регулировки водительского сидения. Плюс три кнопки запоминания. То есть, может ездить и вы, и супруга. Может быть, еще какие-то друзья. То есть, нажали кнопочку, запомнили. Аудиосистему. Все, что необходимо. Абсолютно все есть. Сиди, плюс даже на флешку. Так, и все-таки. А теперь я хочу мощный двигатель. И полный привод. Я же хочу джип. Кстати, не все джипы сейчас на раме. Это, между прочим. И что за сердце? Очень интересный двигатель. Естественно, Мерседес. Как двигатель, так и коробка. Мотор идет дизельный. 2,7. 186 лошадиных сил. Это система XVT. Изменяемая геометрия крыльчатки турбины. Очень экономичный. И в то же время динамичный. Расход. Ну, вот на автомате возьмем эту комплектацию. При постоянном полном приводе расход по городу будет составлять порядка 11 литров. Для внедорожника шикарный расход. Ну, давайте еще раз про цену вопроса скажем. Цена вопроса. Миллион с небольшим. То есть, по сумме современного престижного джипа, могу я купить еще и Кайрон. Да, конечно. То есть, на Кайрон также у нас спецпродолжение. Машины 9-го года. 9-го года. Стоит вот очень интересная комплектация 789 тысяч. Это полноприводный дизельный рамный внедорожник. То есть, по цене нового Toyota Land Cruiser Prado я покупаю себе эксклюзив. Я покупаю себе, ну, машину, которую я бы все равно жалел бы. А, еще я могу купить Ducato, чтобы деньги зарабатывать. Да, конечно. Коммерческий транспорт у нас тоже присутствует.